в аэропорту абу-даби можно будет обходиться без паспорта власть объединенных арабских эмиратов планирует модернизировать зайд интернешнл airport в абу-даби так чтобы в нем не пришлось предъявлять не билет не паспорт это планы на 2025 год система будет разработана таким образом что предварительная регистрация не потребуется пассажиры будут автоматически распознаваться и проходить аутентификации при движении по аэропорту это значительно ускорит весь процесс так считает эндрю мэрфи директор по информационным технологиям аэропорта абу-даби еще одна страна отменяет оплату за визы для граждан россии пакистан отменил визовый сбор для россиян а также для граждан еще 125 стран это сделано с целью показать мировой общественности что пакистан берет долгосрочный курс на развитие туризма новые правила получения виз для россиян вступили в силу с 14 августа сам документ выдается бесплатно срок его действия составляет 90 дней оформить можно онлайн а количество вопросов в анкете сократили со 100 до 30 эти послабления распространяются также на граждан белоруссии и казахстана а как вы смотрите на то чтобы отправиться в путешествие по пакистану германия хочет продлить пограничный контроль до следующего года сейчас германия сохраняет контроль на границах с австрией чехии польшей и швейцарией пограничный контроль с чехией и польшей пока продлен до 15 декабря а с австрией до 11 ноября также на время олимпийских игр был введен пограничный контроль с францией однако судя по недавним планом немецкого мид 15 декабря может стать не последним днем когда пограничный контроль останется в силе министр внутренних дел нэнси фрайзер утверждает что пограничный контроль с австрией польши и швейцарии и чехии помогает сократить нелегальную миграцию подчеркивая что он должен сохраняться столько сколько необходимо мы уже рассказывали что в германию часто пытаются въехать по шенгенской визе другой страны так как получить немецкую визу непросто плюс немцы практически перестали выдавать россиянам мультивизы рубрика кейсы туристическую визу в канаду для гражданина рф рассмотрели чуть более чем за два месяца документы были поданы 31 мая положительное решение пришло 6 августа это хорошая динамика в прошлом году заявки на тур визы могли рассматриваться по 68 месяцев цель поездки навестить дочь которая учится в канадском вузе факты о канадской визе на визу в канаду нужно сдавать отпечатки пальцев всем кому есть 14 лет и больше это можно сделать один раз в 10 лет в отличие от той же великобритании куда биометрию нужно сдавать каждый раз при оформлении визы загранпаспорт остается при вас в течение всего срока рассмотрения визовой заявки его только нужно будет сдать на вклейку визы максимум на пару недель когда примут положительное решение для канады очень важны хорошая визовая история высокие доходы и прочные связи с родиной визу могут поставить до конца действия паспорта например если ваш паспорт действует до 2030 года то и визу могут поставить на этот срок сколько стоит аренда квартиры в европе жилье в европе продолжает дорожать в недавнем отчете от housing anywhere сообщается что средняя цена за аренду выросла компания изучила 79 тысяч жилых помещений в 28 европейских городах самым дорогим городом остается амстердам снять здесь апартаменты стоит 2388 евро в месяц а комнату от 1000 евро жилье в гаги также не дешево а парты обойдутся в 2000 евро комната в 875 недешевая квартиры и в риме в среднем 2100 евро в месяц париже снять квартиру можно за 1900 а вот в афинах валенсии будапеште можно снять комнату за 400 евро визовый центр франции вернул обязательную предоплату сбора при записи на подачу подобная мера уже вводилась весной 2023 года цель уменьшить количество перекупщиков мест который с помощью ботов моментально занимали все доступные слоты а потом продавали тем не менее это не принесло желаемого результата и платную запись тогда отменили и вот вновь возвращают запись по предоплате также призвано снизить количество неявок когда туристы бронировали слоты про запас но в итоге в визовый центр не приходили туристы опасаются что система вновь станет работать с перебоями и записаться будет еще сложнее италия одобряет визы чаще всего по данным schengen news из поданных россиянами заявок 2023 году было одобрено 93 процента в россии два официальных визовых центра италии в м.с. для тех кто прописан в москве или санкт-петербурге и alma viva для прописанных в других регионах однако недавно италия увеличила сроки рассмотрения визовых заявок до 60 дней мальтийская ассоциация школ английского языка призывает власти страны лояльнее подойти к вопросу выдачи виз большой процент отказа в визах бьет по репутации мальты как место для учебы в 2023 году среди шенгенских стран мальта отказывала в визах чаще всего отрицательное решение получили 36 процентов заявителей это беспрецедентно высокая цифра другие страны шенгена в среднем отказывают 16 процентом соискателей на визу наше мнение статистика выдачи мальтийских виз очень сильно испортилась до пандемии мальта была одной из самых легких англоговорящих страны в визовом плане до мультивизами баловали редко но зато подавая клиента на мальтийскую визу мы были уверены практически в стопроцентном одобрение теперь же стараемся сюда не подавать и предлагаем клиентам альтернативные варианты где можно подтянуть английский великобритании ирландии кипр эмираты надеемся что обращение к мальтийским властям поможет хоть как-то выправить эту ситуацию а